Итак, добрый день, уважаемые слушатели! Мы начинаем нашу лекцию, посвященную развитию инфраструктуры открытой науки. И первая часть нашей лекции посвящена мировому рынку ресурсов открытого доступа. Действительно, несмотря на то, что количество сайтов, по данным компании Netscraft, в последние годы, можно сказать, не то что стабилизируется, а даже уменьшается, при этом количество информации, которое представлено на этих сайтах, увеличивается, и можно даже сказать, геометрической прогрессии. Связано это в том числе и благодаря развитию ресурсов открытого доступа, тому огромному репертуару, который сегодня представлен на мировом информационном рынке. Это и экстерриториальные, и мультимедийные, интерактивные, и таргетированные ресурсы. При этом мы можем видеть сегодня все возможные типы документов, представленные в этих ресурсах, которые также мы можем дифференцировать и по тому, что включено в них. Это могут быть и полнотекстовые документы с возможностями поиска, наличием гиперсвязей и автоматическим агрегированным. Это могут быть библиографические и фактографические ресурсы, цифровые коллекции, электронные библиотеки. Это могут быть коллекции рисунков, изображений, видео, аудиоинформация, мультимедийная, картографическая и многие другие данные и информация, которая сегодня представлена в ресурсах открытого доступа. Но при этом возникает вопрос. Прежде всего у исследователей, которые сталкиваются с проблемой выбора основного источника поиска научной информации, что особенно актуально в условиях, соответственно, рестрикции к некоторым ресурсам для российских пользователей. С чего начать поиск информации, научной информации для решения образовательных, научных и исследовательских задач? Нетривиальный вопрос, учитывая, что развиваются и поисковые информационные системы, и полнотекстовые базы данных, библиографические, как я уже сказала, активное развитие получают научные и социальные сети, которые мы также можем использовать для поиска той или иной информации. При этом возникает вопрос, найдётся ли всё в этом многообразии ресурсов. Как я уже сказала, в первую очередь появляется их огромное количество сориентироваться в этом потоке сложно даже профессионалу, не говоря уже об отдельно взятом учёном или исследователе. Существует сложность в выборе ресурсов, в оценке их качества. При этом мы прекрасно понимаем, что даже если это есть где-то в интернете, это не всегда можно найти, учитывая то, что информация не вся индексируется поисковыми системами. Многие не знают и не понимают методики поиска информации, не знают эти методики, не понимают возможности повторного использования первичных или вторичных данных с соблюдением авторского права, о чём будет сказано достаточно подробно в третьей части нашей лекции. За информацию, за её предоставление, в том числе открытого доступа, иногда приходится платить, причём немалые деньги. Ну и, конечно же, контент исчезает, то есть происходит обновление, реструктуризация, удаление страниц или даже сайтов и целых ресурсов. Приведу пример запроса, который был подготовлен библиотечными специалистами Национальной библиотеки, Медицинской библиотеки США по запросу COVID-19 и стоматология в базе данных ПАБМЕД, который, как мне кажется, очень наглядно свидетельствует о сложности составления поисковых предписаний для того, чтобы получать весь объём необходимой информации, релевантной информации по запросу. Мы видим, что здесь использованы различные поисковые поля, различные логические булевые операторы, системы усечения и возможность ограничения информации по хронологии. Создать подобного рода поисковое предписание достаточно сложно, опять же, даже профессионалам, для того, чтобы находить нужную информацию. То есть появляются проблемы, с которыми сталкивается и библиотечная специальность, и, естественно, учёный, информационную поддержку которого должен оказывать библиотека. То есть доступ к тем самым бесплатным, открытым ресурсам, казалось бы, часто бывает недоступен, неизвестен и непонятен для пользователей. И в этом плане появляется огромный шанс у библиотечных специалистов помочь, оказать содействие и такую информационную поддержку осуществить для своих пользователей, для своих читателей. Прежде всего нужно понимать, что вся информация в интернете, даже если она доступна, она не является открытой. То есть открытость, как мы говорили, гарантирует лицензии на различные данные и информацию, будь то изображение, текст, видео, данные, база данных, либо исходный программный код. И об этом говорит наша концепция, не наша, а наша всемирная концепция открытой науки. Кроме того, надо отметить, что несмотря на все, казалось бы, сложности, приверженцев открытых данных и открытого доступа становится всё больше. Проводятся исследования, которые действительно демонстрируют эту приверженность. То есть порядка уже 70% исследователей говорят, что они могут и они готовы использовать первичные данные, которые были представлены где-то в репозиториях данных других исследователей, для того, чтобы где-то проверить, где-то верифицировать, где-то доработать по своему исследованию. Кроме того, порядка уже 80% в принципе поддерживают требования об открытости доступа к первичным данным. И один из таких плюсов использования и предоставления в открытом доступе своих данных – это то, что со ссылками на открытые данные статьи могут иметь более высокую цитируемость, до 25%. Это ли не плюс, скажем так, ресурсов для открытого доступа. Еще одно исследование, которое было проведено компанией Вайли, говорит о растущем энтузиазме по поводу открытого доступа среди исследователей. То есть уже практически половина исследователей, которые когда-либо публиковались, используют открытые исследовательские практики. Это и открытые данные, это открытое рецензирование и самоархивирование. Исследователи, публикующие материалы в открытом доступе, надо отметить, больше мотивированы преимуществами, нежели какими-то требованиями научных фондов, грантодателей и, соответственно, других представительств, инициатив, программ и так далее. Хотя существуют определенные сложности, которые известны, это и отсутствие финансирования для, допустим, некоторых видов публикаций в открытом доступе. Либо достаточно высокая цена за эти публикации. Вместе с тем, что касается российских исследователей, надо отметить, что данные по 2021 год, судя по вот этим исследованиям, мы видим динамику доли публикации открытого доступа для российских исследователей. То есть порядка уже 50% статей, которые были опубликованы в международной системе SCOPUS, являются, соответственно, публикациями открытого доступа. Еще одно свидетельство, скажем так, открытости российских научных учреждений, образовательных учреждений, это так называемый лендинский рейтинг, который говорит нам о том, что для некоторых университетов нашей страны порядка 65% мы видим долю публикации в открытом доступе для Московского физико-технического института. Это и МИФИ, это Высшая школа экономики, это ИТМО, Новосибирский госуниверситет, Московский госуниверситет и ряд других университетов. Рейтинги, которые вы видите, с долей публикации открытого доступа более 40%. Безусловно, на развитие ресурсов открытого доступа влияют и крупнейшие издатели, провайдеры и генераторы ресурсов. В частности, мы можем говорить о том, что среди лицензионных ресурсов мира и издателей этих лицензионных ресурсов также существуют практики открытости. И здесь, опять же, мы можем привести пример того же Вайли, Open Access Journals, где 230 журналов представлено в золотом открытом доступе. Это более 1300 гибридных журналов по самым разным направлениям. Это архитектура, астрономия, сельское хозяйство, медицина, физика и многие другие дисциплины и отрасли знания. В Эбско можно найти целую коллекцию, не просто какую-то совокупность или коллекцию журналов открытого доступа, но целую коллекцию диссертаций с открытым доступом. Это более миллиона различных электронных диссертаций из более чем 320 университетов по всему миру. Science Direct тоже самое. То есть здесь статьи открытого доступа в режиме открытого доступа более миллиона 400 тысяч. Конечно, с чего начать поиск? Казалось бы, такой нетривиальный или тривиальный вопрос. Начать можно с ресурсов, которые вам знакомы, которые вы знаете, как они существуют, как в них искать. Но я бы структурировала весь мировой информационный поток на некие сегменты. И в первую очередь можно сегментировать по крупнейшим системам поиска научной информации, к которым можно отнести известные системы, такие как Google Scholar, Semantic Scholar, Internet Archive Scholar, либо систему Бейс и Open Alex. Надо отметить, что все-таки, наверное, мощнейшей системой является система Google Scholar, где можно поискать и статьи, и тезисы, и книги, и рефераты, и даже судебные решения. Причем представленные из ресурсов академических, издательств, профессиональных сообществ, онлайн-репозиториев, университетов и различных веб-сайтов. При этом в Google Scholar у нас происходит ранжирование документов по релевантности и ценности. Причем анализируется полный текст каждого документа, учитывается источник публикации, автор, цитирование и так далее. Имеются возможности расширенного поиска, как и в элементарной, скажем, поисковой системе Google, но несколько модифицированной. Здесь можно найти статьи, в которых встречаются также и все слова, и точные сочетания, но можно найти статьи, опубликованные в конкретных изданиях и датированные определенным, допустим, периодом за определенный период. Semantic Scholar – еще одна мощнейшая система поиска научной информации. Система предоставляет бесплатные инструменты обнаружения научной литературы на основе искусственного интеллекта. И открытые ресурсы для мирового исследовательского сообщества. По словам создателей этой системы, можно, соответственно, уже сегодня найти более 200 миллионов научных статей, которые были получены от партнеров-издателей, поставщиков данных и с веб-сканеров. Также имеется возможность расширенного поиска, который позволяет и конкретизировать область исследования, и период, а также сортировать результаты выдачи по релевантности и по цитируемости статей. Еще одна система, коллекция, которая включает в себя более 25 миллионов научных статей и других исследовательских документов, обеспечивает точнее поиск – это интернет-архив Scholar. В неком таком соревновании находятся эти системы и совершенствуют механизмы, поисковые механизмы, в том числе и в интернет-архив Scholar. Также имеются возможности расширенного поиска, также можно конкретизировать и период, и тип ресурса, условия доступа и сортировать результаты выдачи по новизне документов. Не могу не привести в качестве одного из источников такого начального поиска – это систему BASE, которая готовится библиотечными специалистами Бельфельского университета. Около 60 проиндексированных документов в этой системе – это документы открытого доступа. И здесь есть определенные особенности, здесь есть возможность многоязычного поиска, здесь отображаются результаты поиска, которые включают точные библиографические данные, также отображаются условия поиска для повторного использования, и различные варианты предоставляются сортировке списка литературы. Можно уточнить результаты, полученные по запросу и по авторам, по теме, по коду классификации, по коду публикации, контент-провайдеру, языку типа документа и другим фасетам, которые вы можете увидеть в интерфейсе расширенного поиска BASE. Обратите внимание, то есть такая система достаточно фасетная, структурированная с возможностями и ограничения поиска по условиям повторного использования, и вот повторюсь, и по типам документа, и с помощью лингвистических инструментов, по поставщику и стандартным поисковым полям, таким как автор, заголовок, ДОИ и некоторые другие ресурсы. Более подробно эту информацию по системам поиска вы можете найти либо в планируемом публикации, которая как раз и посвящена открытым инструментам поиска научного контента, и на сайте библиотека для открытой науки в ресурсах, крупнейших мировых ресурсах открытого доступа. Не могу не упомянуть еще один ресурс, который называется КОЛАБ, позволяющий искать информацию об ученых, об их статьях, но и конкретизировать по лабораториям, по научным организациям. Это пока что пробная версия поисковика научной информации, но уже сегодня здесь собраны метаданные, более 112 миллионов научных публикаций и цитирования. В заглавной строке доступен поиск по названиям публикации, по фамилиям автора и по ДОИ. Ну и фильтрация также в этом случае возможно по годам, по квартелям, по возможностям получения открытого доступа, типу публикации и некоторым другим параметрам. Еще один вариант, скажем так, поиска информации по тому, что же включено в эти ресурсы, по тем типам и видам документов, которые включены. В частности, можно дифференцировать в зависимости от запроса пользователя ресурсы по типам, да, то есть, допустим, книги и статьи. Здесь небезызвестные российские ресурсы. Это e-library, это кибер-лейнинг, это в некоторых случаях национальная электронная библиотека, либо, допустим, тот же проект Google Books, который позволяет осуществить не просто поиск каких-то книг, миллионов книг, часть которых, к сожалению, доступна только согласно американскому законодательству на территории Соединенных Штатов Америки, но чем хороши Google Books? Возможностью контекстного поиска. То есть, можно найти информацию внутри книги и в некоторых случаях дается возможность просмотра первоисточника, даже если доступ закрыт, возможность просмотра, где встречается та или иная цитата, та или иная фраза по указанному запросу. Книги и статьи можно поискать и в других ресурсах. Наверное, самыми известными являются каталоги или справочники ресурсов открытого доступа журналов и книг. Это ДуАдж и ДуАП. В ДуАдж на сегодняшний день можно увидеть уже порядка 18 тысяч рецензируемых научных журналов в открытом доступе, предоставляющем статьи. И в ДуАП, это справочник по книгам, здесь уже порядка 65 тысяч рецензируемых академических книг, которые также можно найти и рекомендовать читателям и пользователям. Не могу не упомянуть, для поиска миллионов статей это сводный такой доступ к ресурсу коры. Миллионы, повторюсь, собранная информация и, соответственно, возможность поиска по многочисленным репозиториям, то есть некий такой discovery сервис для поиска научной информации. И, конечно же, набирающие обороты. Вопрос достаточно открыт пока. Это журналы открытого доступа МДПА. На сегодняшний день это порядка 390 рецензируемых журналов с открытым доступом, которые издатель МДПА сегодня предоставляет для пользователей. Далее. Не могу не упомянуть, опять же, в зависимости от того, какие цели мы преследуем, но прекрасный проект, который называется Европиано. На сегодняшний день это возможность в том числе по открытым лицензиям доступа к текстовым документам, фотографиям, музейным предметам и архивным материалам, звуковым и аудиофайлам и даже археологическим памятникам. Обратите внимание на объемы. Более 47 информации, более 47 миллионов документов на 37 языках из 45 стран мира. И 22 миллиона документов с определенными условиями доступа по условиям лицензии Creative Commons. То есть достаточно большая коллекция. В основном, конечно, европейские страны вносят существенный вклад в ее развитие, но и некоторые наши российские учреждения также оказываются действием в развитии этой коллекции. Мы видим, что информацию помимо поиска можно осуществлять и по определенным коллекциям, связанным и с тематикой, с самой известной фотографией, журналами, музыкой и многие другие. Здесь можно найти, что немаловажно, визуализированные анимационные материалы в 3D-форматах для учебных, для исследовательских задач, в том числе по лицензиям Creative Commons. Что касается российских ресурсов, в рамках государственных контрактов были созданы несколько репозиториев российских электронных архивов, научных журналов. И в первую очередь это тематические архивы по, допустим, направлению науки о земле и энергетика, он так и называется, электронный архив материалов по тематическому направлению. Через регистрацию можно получить доступ. Это электронный архив журнала по химии, биологии, физиологии. Более 20 тысяч научных публикаций. Здесь и доклады, и видеоматериалы собраны в одном месте, в одном ресурсе. Это целая коллекция ресурсов электронного архива по трем тематическим направлениям. Международные отношения, историко-филологические науки и общественные науки. Конечно, общеизвестный портал, я думаю, многие его знают, особенно специалисты, это общероссийский портал, портал mafne.ru. Здесь помимо, скажем так, непосредственно математики собрана информация, в том числе в открытом доступе по физике, информационным технологиям и смежным наукам. Статистика тоже достаточно сильная с точки зрения наполнения этого ресурса. Отдельно можно выделить архив по медицине. Это также статьи, это конференции, это сборники трудов, в том числе различных конференций и видеоматериалы, которые собраны по данному направлению. Что касается следующего типа ресурсов, это диссертации. Здесь, помимо уже упомянутых до этого ресурсов, можно назвать такие, как, допустим, Dart Europe. Это более миллиона, опять же, диссертаций, которые были собраны из более чем 570 европейских университетов 29 стран мира. Это уже Open, EBSCO Open Dissertation, предназначенная также для продвижения, кстати, в том числе не просто доступа к диссертациям различных университетов, но и для продвижения и самих университетов, и исследователей. Это ОАТД, это ЭФОС и многие другие. То есть, действительно, что касается открытости диссертации, то в этом случае коллекции достаточно объемные, открытые, и можно использовать любой понравившийся ресурс. Что касается припринтов, здесь уже есть определенные особенности. Припринты выделяются в тематических направлениях. Допустим, это Social Science Research Network, известный ресурс, который позволяет именно по социальным наукам находить нужную информацию. То же самое, что и, допустим, SOS-архив, позволяющий также общественной науке так или иначе захватывать. Но и в архив.орг, и в Google Prince мы можем найти практически любую тематику по интересующему нас вопросу. Особое внимание можно уделить наборам данных. Как известно, многие сегодня журналы, крупнейшие журналы, требуют от ученых, от авторов представления первичных данных. И в этих целях, конечно, могут помочь репозитории данных. Это такие известные, как, допустим, Zenoda, B2Share, либо Fiction, то есть хранилище, которое позволяет не просто делиться, но, можно сказать, демонстрировать результаты своих исследований в открытом доступе для последующего, может быть, воспроизведения, проверки и так далее. Не могу не упомянуть известный ресурс Dimensions, где миллионы, более 11 миллионов наборов данных представлено в открытом доступе. Прекрасные возможности, которые позволяют найти ту или иную информацию по самым разным параметрам. Ну и воспользоваться можно также и каталогами репозиториев, такие как OpenDoor, либо Retreat Data, которые позволяют сориентироваться в огромном сегодня уже потоке репозиториев открытого доступа. И тематических, и универсальных. Выстроить рейтинги наиболее популярных и наиболее используемых репозиториев, в которых можно найти огромное количество ресурсов открытого доступа. Привожу в пример. Допустим, в открытом доступе можно найти более 30 тысяч изображений, очищенных и просвеченных рентгеновским излучением листьев. Причем это не просто какой-то склад ресурсов или склад изображений. Это структурированные коллекции, которые можно действительно скачать в один клик. И в каждое имя файла встроена ключевая информация. Семейство, род, вид, номер экземпляра и так далее. То есть очень четко структурированная информация, которую можно получить. Мы можем найти в репозиториях данных цвета спицера во Вселенной. Мы можем найти репрезентативную морфологию рыб, используемых в мире листовых испытаний. Мы можем найти массу другой полезной и интересной информации. Следующий вид ресурсов, о которых я хотела бы сказать, это патенты и стандарты. Действительно, сегодня в открытом доступе, помимо наших известных организаций, мы можем использовать и такие ресурсы, как Google патенты, Яндекс патенты. Есть такой ресурс, как OpenStandardsNet и Spacenet, которые позволяют действительно осуществлять поиск и по зарубежным, и по отечественным патентам и стандартам, что, опять же, немаловажно, потому что есть возможности фасетного поиска, есть возможности расширенного поиска. Можно задать очень четко запрос, сформулировать его, задать в данных системах и получить достаточно релевантные ответы по этим запросам. Большой популярностью пользуются набираемые обороты, так называемые открытые образовательные ресурсы, различного рода учебные материалы, которые предоставляются для, в том числе, для повторного использования. Это, допустим, достаточно известные проекты, как Open Educational Resources, OpenLearn, Merlot, EduRef и многие другие. Действительно, по этим коллекциям можно проводить дополнительную лекцию. Часть ресурсов представлена на платной основе, но можно найти великолепные и видео лекции, и материалы, обучающие материалы, методические материалы в данных коллекциях, данных ресурсах, которые также структурируются и по учебным курсам, и по направлениям подготовки, и многим другим аспектам. Причем, в данном случае, бесплатные, мы говорим, курсы в открытом доступе, которые предоставляются от ведущих университетов и компаний мира. Конечно же, не стоит забывать про силу социальных сетей. В случае, если, соответственно, нет возможности получения первоисточника, то в данном контексте тот же самый ResearchGate — это тот источник, который позволит непосредственно связаться с автором той или иной статьи, обменяться публикацией, поучаствовать в дискуссии, осуществить в том числе и семантический поиск информации по той или иной теме, найти партнеров и коллег по тематике. И в данном случае, ну, также очень рекомендую ResearchGate, который позволяет действительно увидеть тот круг исследователей, которые работают в том или ином направлении, в той или иной тематике. Уважаемые коллеги, часть моей лекции подходит к завершению. Я вам предлагаю больше узнавать на нашем сайте, повторюсь, это «Библиотека для открытой науки», либо подписывайтесь на наш Телеграм-канал и учитесь вместе с нами. Бесплатно, если хотите получить корочку о повышении квалификации, то на платной основе. Я благодарю за внимание. Если есть вопросы в чате, я их увижу. Но я передаю слово своей коллеге Людмиле Борисовне Шевченко. Людмила Борисовна, пожалуйста. Да, здравствуйте, уважаемые слушатели. Сейчас я включу свой экран. Видно меня? Да, всё хорошо. Презентацию видно. Замечательно. Ну, я продолжу свою часть. Вслед Натальи Степановне расскажу об инструментах-помощниках, которые помогут открыть науку. И Наталья Степановна уже говорила, что открытая наука направлена на то, чтобы сделать исследования как можно более открытыми и доступными, достоверными и воспроизводимыми. И на самом деле существует достаточно много онлайн-инструментов для поддержки исследовательских процессов именно для приверженности принципам открытой науки. Ну, и как мы знаем, что, в общем-то, если мы будем использовать эти инструменты, то исследовательский процесс станет более эффективным, открытым. Мы сможем применять эти практики открытой науки. Но по всему этому многообразию различных инструментов нет определённой навигации. И учёным, исследователям достаточно сложно ориентироваться во всём этом многообразии. И мы, как библиотека, в рамках нашей платформы «Библиотека для открытой науки», которую уже Наталья Степановна упоминала, для помощи учёным сделали такую систему открытых инструментов для поддержки научных исследований. Она группирует весь цикл научного исследования по этапам. И мы здесь можем сгруппировать эти этапы в три фазы. Предварительную, активную и завершающую. Вот мы видим предварительная, активная фаза и завершающая. Выявленные инструменты мы сгруппировали по исследовательским действиям. Группировка осуществлялась в соответствии тем, на каком этапе рабочего процесса исследования в основном используется этот инструмент. Это и планирование, поиск, анализ, написание работы, и публикация, распространение и оценка. И мы можем видеть, что в каждом этапе существует достаточно большое количество исследовательских действий, по которым можем использовать эти инструменты. Некоторые инструменты помещались в несколько групп, поскольку являются многофункциональными. Мы, например, можем видеть, что на этапе планирования учёные определяют приоритеты исследования, организуют команду, предварительно регистрируют своё исследование и так далее. И выделены инструменты. Мы их сгруппировали на нашем сайте. И вот как выглядит, например, раздел «Определение приоритетов исследований» в нашей системе. То есть здесь группированы инструменты с кратким описанием того, как они могут помочь исследователю в его работе. Возможно, исследователь на этапе планирования захочет написать сообщение где-то в блоге с изложением своих идей или каких-то подходов на раннем этапе, чтобы получить какие-то отзывы. В дополнение к поиску участия других исследователей он может рассмотреть возможность привлечения других каких-то заинтересованных сторон. Учёному он может проверить репозитории данных, вот о чём уже говорил Анталия Степана, чтобы увидеть, есть ли данные, которые он может повторно использовать в ходе своего исследования, чтобы не начинать с нуля. Если учёный беспокоится об авторских правах, если он поделится своим исследованием на раннем этапе, предварительная регистрация даст ему подтверждение его идей с отметкой времени. И для того, чтобы находить результаты обсуждения проблемы, её экспертной оценки, открытые репозитории данных, а также партнёров по исследованию, предварительно регистрировать свои исследования, на этом этапе учёные могут использовать такие инструменты и платформы, как, например, Open Science Framework. Это проект программного обеспечения с открытым исходным кодом, который способствует открытому сотрудничеству в научных исследованиях. В качестве инструмента совместной работы он помогает исследовательским группам работать над проектами либо в частном порядке, либо делает весь проект общедоступным. Здесь есть предварительная регистрация исследований. Но вообще можно сказать, что это инструмент, который поддерживает исследователей на протяжении всего жизненного цикла исследований, от планирования до проведения отчётности и открытия исследований. Также, например, такой инструмент, как ASPredicted. Это платформа, которая позволяет одним исследователям предварительно регистрировать свои исследования, а другим даёт возможность читать и оценивать эти предварительные регистрации, также оставлять какие-то отзывы либо комментарии. Open Knowledge Maps — визуальный интерфейс, который значительно повышает наглядность результатов исследований на основе ста наиболее релевантных документов, соответствующих запросу. И здесь мы можем видеть карту исследований по запросу «Библиотека для открытой науки» на основе ста документов. Сервис постпубликационного рецензирования Папир — это веб-сайт, который позволяет исследователям обсуждать и просматривать научные исследования. Он даёт возможность учёным участвовать в рецензировании после публикации. И хотя это сервис постпубликационного рецензирования, его очень удобно использовать на этапе планирования своего исследования. Вот здесь мы можем видеть, что вот здесь три комментария, здесь один комментарий. И также его можно устанавливать как браузерное расширение, и тогда всплывающее окно будет показывать при просмотре статьи, есть ли комментарии на данную статью. Следующий этап — поиска информации. Вы видите, что учёный как раз здесь может искать публикации, получать доступ, оповещения. И на этом этапе как раз применяются онлайн-сервисы, позволяющие выявлять необходимую информацию, получать доступ к ней легальными способами, получать оповещения и рекомендации по интересующей тематике. Можно выбирать инструменты, которые ускоряют процесс усвоения информации, а также программы для управления библиографической информацией. И вот следующий инструмент, уже Наталья Степановна о нём упоминала, но она говорила как ресурс, а мы его позиционируем как инструмент поиска, что это одна из самых популярных поисковых систем по научным публикациям, даёт возможность знакомиться с текстом статей, книг и диссертаций. Также Google Scholar – одна из самых популярных поисковых систем также. Semantic Scholar предоставляет бесплатные инструменты поиска и обнаружения на основе искусственного интеллекта и также даёт возможность ознакомиться с открытыми ресурсами для мирового исследовательского сообщества. Но вообще на самом деле на этом этапе у нас сгруппировано достаточно много инструментов, и про которые упоминала и Наталья Степановна, и другие, которые позволяют искать необходимую учёному информацию. Для получения доступа можно использовать инструменты, такие как, например, Instant Ill. Он помогает найти документы, находящиеся в открытом доступе, или на которые есть подписка, работая с авторами для того, чтобы они поделились своими исследованиями. Unpaywall, браузерное расширение, находит бесплатные копии научных статей, оригиналы которых находятся в платном доступе. Этот инструмент даёт возможность получать полные тексты научных статей во время просмотра. Когда вы просматриваете статью, Unpaywall автоматически ищет копию в индексе из 20 миллионов бесплатных легальных полнотекстовых PDF-файлов, и он направляет вас к легальным, опубликованным авторам рукописями, которые размещены на университетских и государственных веб-серверах. То есть если установить это браузерное расширение, если есть доступ к полному тексту, мы увидим вот такой значок. Следующий инструмент также для получения доступа это Open Access Helper. Также браузерное расширение даёт возможность получить с помощью программных средств лёгкий легальный доступ к более чем 46 миллионам открытых версий платных научных статей в виде препринтов или постпринтов. Если есть легальная копия открытого доступа, при установке этого расширения вы увидите вот такой оранжевый значок. Следующий инструмент это R-Discovery. Инструмент на базе искусственного интеллекта, упрощающий поиск литературы. Его алгоритмы просматривают статьи из Microsoft Academic, PadMed, PadMed Central и Crossref, чтобы рекомендовать лучшие научные статьи в вашей области исследования. Этот инструмент разработан для экономии времени и усилий. Он позволяет быть в курсе последних и наиболее актуальных исследований. Как говорят исследования, что учёные тратят почти столько же времени на поиск статей, сколько и на чтение. А настройка этого инструмента позволит настроить свою ленту оповещений, получать индивидуальные еженедельные рекомендации, а также оповещения о новых разработках. Также даст возможность проводить больше времени за чтением, имея под рукой самые свежие актуальные исследования, либо оптимизировать чтение, просматривая резюме статей, чтобы оценить актуальные статьи, прежде чем читать полнотекстовую версию. И вот таким образом выглядит оповещение. Я себе настроила. Каждый день мне приходят такие оповещения. Следующий активный этап исследования. Здесь учёный может поделиться своими методологиями, какими-то ранними выводами с помощью припринтов. И это считается отличным способом получить обратную связь от коллег на раннем этапе и может помочь выявить какие-то ошибки или проблемы с вашим подходом до публикации. Здесь можно привлечь гражданскую науку к анализу данных, которые учёный сгенерировал или собрал. И это может значительно увеличить объём данных, которые вы можете реально проанализировать за короткий промежуток времени. На этом этапе обычно используются сервисы припринтов, репозитории, сервисы для проведения экспериментов и опросов, а также лабораторные блокноты, системы для набора текста и подготовки статей, инструменты для визуализации и анализа данных. Например, опять же упомянутый реестр репозиториев исследовательских данных, RetroData. Он помогает найти данные для вашего исследования, а также подобрать подходящий архив для публикации ваших собственных данных, которые вы уже собрали. Протокол с ИО – это безопасная платформа для разработки и обмена воспроизводимыми методами. Он подходит для публикации протоколов. С помощью этого инструмента очень легко можно структурировать исследования. Протоколы могут быть опубликованы для всеобщего обозрения, либо конфиденциально. И все протоколы, частные или общедоступные, можно аннотировать, обсуждать на уровне шага или протокола. Можно связать любой свой протокол с опубликованной статьей в любое время. Вот здесь на слайде, вы видите, пример я начала пробовать, регистрировать исследования. И вот здесь мне показывает, что можно вообще с этим делать. Очень интересно и очень увлекательное действие. Следующий инструмент – OpenRefine. Мощный бесплатный инструмент с открытым исходным кодом, опять же, для работы с сырыми данными, их очистки и преобразования из одного формата в другой. То есть здесь как раз на этапе анализа вы можете, как ученый, воспользоваться данным инструментом. Юпитер Ноутбук – программа-блокнот для записи, передачи и запуска кода. Ею можно пользоваться как своеобразной средой разработки. Она существует как веб-сервис, то есть доступна через интернет и позволяет передавать код другим разработчикам. И считается, что это один из самых популярных инструментов для анализа данных и быстрого прототипирования. На завершающем этапе исследования ученые могут публиковаться в журналах открытого доступа или размещать свои публикации в репозиториях открытого доступа. В этом случае любой может прочитать, процитировать ваши выводы, как ученого, в краткосрочной или долгосрочной перспективе. И все это может привести к большему количеству цитирований для вас, как ученого. Можно депонировать любые данные, необходимые для проверки ваших выводов, а также любое программное обеспечение, которое вы разработали для анализа или визуализации данных. Также можно сделать исследование доступным для неспециалистов, например, написав краткое изложение, в котором описать свой исследовательский подход и результаты. И вот эти некоторые усилия могут принести достаточно хорошие плоды, если это исследование будет подхвачено, например, средствами массовой информации. На данном этапе применяются инструменты выбора журналов для публикации в открытом доступе, облегчающие процесс публикации, сервисы постпубликационного рецензирования, оценки исследований и научные исследователи в социальные сети. Например, такой сервис, как ShareU-Paper, это инструмент, который помогает авторам на законных основаниях самостоятельно архивировать свои статьи. Просто необходимо ввести до ей статьи, и инструмент вам подскажет, сможете ли вы сами его архивировать, либо вам нужно обратиться, например, в издательство, чтобы получить разрешение на публикации, чтобы сделать это правомерно. Зинода — это репозиторий общего назначения, Наталья Степан тоже упоменялась открытым доступом. Он позволяет исследователям размещать наборы данных, исследовательское программное обеспечение, отчеты и вообще любые цифровые артефакты, связанные с исследованием. Например, я здесь разместила список открытых инструментов, которые я подобрала для того, чтобы создать эту систему. ResearchGate также уже упоминала Наталья Степановна, научно-информационно-социальная сеть и средства сотрудничества. Здесь есть возможность просматривать публикации тех авторов, которые вас интересуют, получать информацию по появлению у них новых публикаций, посмотреть список их соавторов, посмотреть людей, которые интересуются данной тематикой, при желании задать какие-то интересующие вопросы, попросить поделиться статьёй, если нет её в открытом доступе, оставить свой отзыв о публикации. То есть здесь как раз происходит то живое общение, которое делает научный мир теснее, делает нас ближе к друг другу. Ну вот, например, это статистика за прошедшую неделю. И вот здесь, например, те люди, которые благодарят за то, что с ними я поделилась своим исследованием. И в заключении хотелось бы сказать, что разработанная нами система открытых инструментов, как нам кажется, позволит учёным-исследователям повысить эффективность своей работы, сократить время на поиск необходимой информации и сделать свои исследовательские процессы более открытыми и достоверными, что будет способствовать продвижению практик открытой науки в нашей стране. Ещё раз обращаю ваше внимание, что всё это сделано в рамках платформы «Библиотека для открытой науки». Переходите, смотрите. Я благодарю вас за внимание. Так, если есть вопросы... Я передаю слово следующему спикеру, Анне Рыхтаровой. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы завершим наш сегодняшний увлекательный вебинар небольшим разговором о скучных правовых вопросах, которые связаны с открытым доступом. Для начала небольшое такое напоминание об авторском праве в целом. Авторское право защищает объективную форму выражения некоторого результата. То есть статья, так как она организована, иллюстрации, так как они в ней сделаны внутри, реклама, чертежи, карты. Вот всё, что выражает этот результат, оно охраняется правом. Идеи, методы, процессы, системы, способы, концепции, методология. То есть то, что заложено в эту форму, авторским правом не охраняется. За то, чтобы это не плагиатили, отвечает научная этика в нашем случае. Либо, если это патентно способный результат, то за некоторое открытие полагается патент, который защищает именно вот эту идею. Итак, вот эта форма, как она охраняется, регулируется использование, то, как её будут использовать те, кто её видит, копирование, изучение, а также создание, публикация и распространение производных произведений, таких как переводы, рефераты, включение в сборники, как составное произведение. Все эти способы использования будут охраняться авторским правом. За то, как можно, а как нельзя использовать, отвечают лицензии. Здесь очень интересный пример с портретом черты Арнольфини. Она здесь указана под двумя лицензиями. Одна лицензия принадлежит музею. Музей сделал копию способом, который им был удобен. Именно на вот эту копию, которая не сделана, распространяется лицензия. Но если вы используете копию, сделанную другим способом другой организации по другой лицензии, способов его использования будет, разумеется, гораздо больше. Это возвращает, продолжает скорее разговор. Мне попалась недавно очень грустная статья о том, как историк получает материалы, которые нигде нет музеев, а музеи взимая за это плату. И в очень большом перечне расходов на разные командировки большой раздел посвящен тратам на публикацию материалов, которые были получены по лицензии. Так вот, все ситуации, в которых важно учитывать преимущественно лицензию, преимущественно связаны с производными произведениями либо распространением таких производных произведений. Отдельно стоит text and data mining, поиск данных, майнинг данных для нахождения закономерности, обнаружения взаимосвязи, семантический анализ, то есть все, что достает вам информацию, в частности, автоматизированным способом. Эта лицензия не попадает обычно под свободные лицензии, о которых мы будем говорить дальше. Она обычно идет как свободная лицензия плюс, то есть небольшое дополнительное условие правообладателя. Например, Шпрингер прописывает политику в отношении добычи данных достаточно подробно отдельной лицензии. Для нас самые основные важные моменты использования произведений это переводы, реферирование, иллюстрирование новостей, создание каких-то полнотекстовых онлайн-миблиотек, а также написание монографии, создание сборников, которые в последующей вашей деятельности будут продаваться. Открытый доступ позволяет нам использовать произведения в абсолютно любых целях. Не только для учебы и для научной деятельности, как позволяет Гражданский кодекс, но для любых целей. Он позволяет создавать и распространять копии произведения, создавать производные произведения, их копии, и публиковать их, распространять. А также изучать произведения, это обычно больше связано с программным кодом, когда его разбирают на составляющие и смотрят, как он сделан. Зарубежные коллеги, говоря вот об этих четырех основных свободах, делят их более дробно. То есть использование у них reuse, многократное использование, так часто, как необходимо. Сохранение. Открытый доступ поддерживает функцию хранения данных. Их можно хранять, скачивать, сохранять и распространять вот эти сохраненные копии, позволяя им не теряться при реструктуризации изначальной страницы, где они хранились. Распространение позволяет делиться версиями. И интересный момент микширования, это соединение существующих произведений и добавление своего собственного контента. У нас это чаще всего идет в области составных произведений. И еще немножко скучного момента. Я говорю о свободных лицензиях, а не об открытых лицензиях, потому как у нас в гражданском кодексе есть понятие открытой лицензии, и оно отличается от свободной лицензии, которая применяется в открытом доступе. То есть и те, и другие лицензии. Территория действия будет весь мир. Текст самой лицензии предоставляется для ознакомления неопределенному кругу лиц. Это публичная оферта. И они предоставляют не исключительное право на использование и распространение произведения. Но свободные лицензии подразумевают императивную безвозмездность. То есть само произведение распространяется без взимания платы. Открытая лицензия может оговаривать, что плата с вас берется. Свободная лицензия не может быть отозвана. Но в каком плане? Если на оригинальное произведение отзывается свободная лицензия, все уже распространенные копии этого произведения продолжают существовать и распространяются по изначальной лицензии. Это очень запутанно. Но тем не менее, изначальное произведение могут убрать из доступа. Все вот эти копии, которые уже были сохранены, сделаны, убрать никто не может. Поэтому считается, что оно не может быть отозвана в течение срока действия. И также свободные лицензии, бессрочные, если не указано иное в дополнительном маленькой приписке. Открытые лицензии могут быть любыми. И открытые лицензии, в отличие от свободных лицензий, обязательно содержат сведения, позволяющие идентифицировать правообладателя и то произведение, которое по ним распространяется. У свободных лицензий типовой договор, в котором вообще нет идентифицирующих сведений. Он просто прилагается к произведению. Именно вот поэтому из-за вот этих вот важных отличий я, по крайней мере, говорю сейчас о свободных лицензиях, а не об открытых лицензиях. Итак, идеал открытого доступа. Открытые данные, контент должны свободно использоваться, заменяться, распространяться кем угодно для любых целей. Но даже в открытом доступе есть разные виды, включающие ограничения на распространение и на копирование. Например, все еще существует, хотя и потихоньку отходит в прошлое, но существует вариант бронзовый открытый доступ, когда публикации открыты для чтения на сайте издателя, но все остальное, прежде всего, копирование в явном виде не разрешается. В то же время существует золотой открытый доступ, который может разрешать все. Не обязательно разрешает, но может разрешать все. Все эти модели открытого доступа, они не всегда согласуются с вот этим идеалом открытости данных. Более-менее приводит все это в порядок. Лицензии, стандартные лицензии Creative Commons, под которыми распространяется все, что выкладывают в открытый доступ, большая часть. У таких лицензий прямо в названии прописаны условия в виде комбинированных комбинаций элементов лицензии, каждая из которых имеет свое условное обозначение в виде картинки. Будучи гибридным инструментом, эти лицензии, исходя из представления о свободах, о которых мы говорили раньше, делятся на две большие категории. Это свободные и несвободные. В свободных две лицензии. Одна с указанием, ну, три условно. Две лицензии и один инструмент. Первая лицензия – это с указанием авторства. Буквально значит «делайте с моим произведением все, что угодно, только указывайте авторство». Такие произведения идеально подходят для того, чтобы взять его, внести незначительное количество изменений, создать на его основе производное, например, калаш для вашей новости, и распространять уже это производное под какой-то своей лицензией. Вторая – с указанием авторства, с сохранением условий. Она позволяет другим перерабатывать, исправлять, развивать произведение при условии, что указывается автор, и лицензия на вот это получившееся производное произведение такая же, как на исходное. И последний инструмент, Creative Commons Zero, это передача в общественное достояние прав. То есть вы отказываетесь от своих прав на произведение, его могут использовать, не указывая авторство. Но, если вы помните, один из первых слайдов с картинками, где была фотография телескопа Hubble, они передали в общественное достояние, но просят указывать, откуда вы взяли эту фотографию, то есть что это фотография телескопа Hubble. Это не обязательно, это просто просьба. Если передается по протоколу Creative Commons Zero, можно не указывать автора и делать вообще что угодно со сходным произведением. Несвободных лицензий больше. Первое с указанием авторства без производных. Она позволяет свободно распространять произведение как на коммерческой, так и некоммерческой основе, но само это произведение должно оставаться неизменным. То есть его нельзя переводить, из него нельзя делать реферата, никак его нельзя менять. Вот как оно было вам дано, так оно может распространяться где угодно, как угодно. Следующее с указанием авторства некоммерческое позволяет другим перерабатывать, исправлять, развивать произведение, но не позволяет использовать его на коммерческой основе. Следующее некоммерческое шаролайк. То есть можно также делать что угодно, но указывается авторство и не меняется лицензия. И это некоммерческая лицензия. Последнее с указанием авторства некоммерческое без производных. Это наиболее ограниченная из всех Creative Commons лицензий. Она обычно называется лицензией рекламы, потому что она позволяет вам читать это произведение, она позволяет вам его распространять, и больше она вам ничего с ним не позволяет делать. Распространяйтесь, соответственно, на некоммерческой основе. И больше она ничего не позволяет с ним делать. То есть это буквально вам дали как рекламную брошюру. Вы можете на нее посмотреть, можете ее кому-то передать, и больше вы с ней ничего не можете сделать. Среди журналов открытого доступа наиболее распространена самая свободная из свободных лицензий с указанием авторства и со значительным отрывом, но все же на втором и третьем месте идут некоммерческая беспроизводных и некоммерческая лицензия. Мы только что о них поговорили, я, наверное, не буду повторяться, что это значит. Единственное, что замечу, что для лицензии, которая идет на третьем месте, например, по этой лицензии доступно довольно много изображений сервиса Flickr, если вы используете их для иллюстрации каких-то своих постов в социальных сетях или новостей на сайте. Она позволяет вам перерабатывать, исправлять и как-то дорабатывать это произведение, не позволяет вам брать деньги за это, естественно, и обязательно нужно указать исходного автора при этом. Я очень сжато все это наговорила. Если вы захотите почитать условия подробно этих лицензий, либо освежить свою память и вспомнить, и почитать краткие описания на сайте организации Creative Commons, есть краткие описания на русском языке, они содержат выдержки, например, для атрибутивной лицензии, которая самая свободная, она выглядит как… Вы можете свободно делиться, копировать и распространять материал, адаптировать, создавать производные материалы. Лицензиар не вправе отзывать эти решения, пока выполняете слово лицензии. То есть весь текст самой большой лицензии очень коротко вам ужимает. Как правильно указать лицензию? Шаг первый. Всегда указывается точная версия лицензии. Там сейчас идет 4.0, насколько я помню. До этого есть несколько других лицензий. У них незначительные отличия, они обычно регионального характера, но они могут быть существенными, поэтому всегда указывается актуальная версия лицензии, под которой было это произведение опубликовано. В идеале при указании лицензии, если это онлайн делается, обязательно ставится ссылка на текст лицензии на сайте Creative Commons. Либо, если вы добавляете по протоколу плюс какое-то свое условие, дополнительная ссылка на файл с этим условием. Все указания, которые вы даете, должны позволять четко идентифицировать автора и условия, на которых он или она распространяет свою работу. Соответственно, нельзя не указывать ничего, если только фотография не была переведена в общественное достояние. Ну и в этом случае лучше просто указать протокол Creative Commons.0. Нельзя указывать открытые источники. У всего есть автор и конкретная страница в сети, на которой материал находится. И обычно есть конкретная лицензия. Нельзя указывать просто название сайта. Это не позволяет идентифицировать автора и не позволяет определить, была ли на этом сайте та самая фотография, например, или тот самый текст в момент, когда вы на него ссылаетесь. Это важно не только с морально-этической точки зрения, но и для судов, если вдруг вам придется с этим столкнуться. Если вы размещаете свою работу, то Creative Commons позволяет подобрать вам наиболее подходящую лицензию по условиям, которые вы себе придумали. У них есть калькулятор лицензий, где вы выставляете, что вы хотите разрешить, разрешаете ли вы модифицировать свою работу, разрешаете ли вы ее распространять или коммерчески использовать. Вы вбиваете все эти условия, вам выдается значок, название лицензии и HTML-код для встройки на сайт. Очень удобная вещь. Только что я говорила, что важно не только с морально-этической точки зрения, но и для судов. На слайде представлен пример того, как суд обратился уже к веб-архиву, чтобы убедиться, что представленная ответчиком ссылка не является указанием на автора работы, которое могло бы его идентифицировать. Так что если вы вдруг не учитываете лицензии и не указываете авторов исходных произведений, все хорошо будет ровно до тех пор, пока никто не заметит. А кто-нибудь обязательно заметит. Интернет большой, открытый, все всегда что-то ищут. И на этой позитивной ноте я закончу свой доклад. Предлагаю вам перейти по ссылке, которую вы видите на слайде. Не пугайтесь, это сокращение отсылки к Ликру. Здесь находится Google-форма с небольшими практическими вопросами, касающимися всего того, что я только что рассказала. Я предлагаю вам проверить себя. То есть вы увидите сразу, насколько хорошо вы увидели, услышали результат меня. Я увижу, как хорошо вы услышали меня, если что, в дальнейшем модифицирую свой доклад. Все будут в плюсе. Большое вам спасибо за ваше внимание. До свидания. Спасибо, Анна. Спасибо, Людмила. Мне кажется, наша лекция состоялась. Мы ровно уложились в час. Уважаемые коллеги, уважаемые слушатели, я рада была видеть всех присутствующих сегодня на лекции. Тема, на мой взгляд, раскрыта. Она достаточно актуальна. И мы постарались максимум, соответственно, доложить вам той информации, которую считаем важной и нужной. Еще раз повторюсь, приходите на наш сайт. Пожалуйста, приходите, где есть масса полезной информации. Мы проводим огромное количество вебинаров, семинаров в онлайн-режиме. Поэтому присоединяйтесь к нам. Мы рады сотрудничеству и взаимодействию. И я хотела бы передать слово организатору, соорганизатору данного мероприятия Галине Сербиной для заключительного слова, Галина. Спасибо большое, коллеги. И также благодарим слушателей, благодарим наших дорогих коллег из ГПНТБ Сурана за прекрасно проведенное мероприятие, слушателей за то, что присоединились. И хотим еще сказать про то, что это мероприятие, сейчас отвечу еще на вопросы, это мероприятие у нас проходит в рамках форума «Открытые данные», который проходит 10-11 ноября в Томске. В 10 ноября у нас также пройдет очное мероприятие для тех, кто находится в Томске «Открытая». У нас будет паблик-ток «Инфраструктура данные для открытой науки», и его буду ввести как раз я, Галина Сербина, заместитель директора. Там мы будем, собственно, говорить с спикерами и с участниками о перспективах и проблемах развития открытой науки в России. Поэтому мероприятие «Открытое», приглашаем всех желающих. Запись сегодняшнего мероприятия будет выслана чуть позже, после того, как мы ее обработаем. Если нет вопросов в чате, спасибо всем еще раз. Да, вижу вопрос. Онлайн-форум не проходит, он только оффлайн, а мероприятие «Данные для открытой науки» оно открыто для всех и бесплатно, соответственно, в рамках той концепции, за которую мы тут боремся и продвигаем. Все подробности можно узнать на сайте научной библиотеки. Вся информация есть. Спасибо всем. Всего доброго. До свидания.